Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Как и всегда, учитывая нашу с вами основную задачу отслеживания фундаментальных событий, мы возвращаемся на площадки и пытаемся проанализировать, подвести фундаментальные итоги прошлого дня, поскольку отслеживать, как я традиционно повторяю, преемственность именно фундамента для нас очень важно, ведь именно собирая этот фон воедино, как мозаику, мы понимаем, в принципе, какого позиционирования стоит придерживаться по тем валютным парам, на которые мы с вами делаем основной акцент. Безусловно, нас интересует то, что может случиться с долларом, потому что некоторое время назад мы отвели этому активу основной статус триггера, катализатора, мотиватора, движка рынка, как угодно можно назвать, но в сути дела это не меняет. Совершенно очевидно, что балом правит доллар, и то, что показывает эта валюта, позволяет нам отталкиваться от той или иной динамики и строить определенные прогнозы и обозначать ожидания по поводу и рисковых инструментов тоже. Сегодня начнем, как и всегда, с динамики черного золота, поговорим о рубле, евро, фунте, несколько слов скажу право на зеландскую валюту, еще и канадца. Что касается нефти, клоус вчерашнего дня 49-41, сейчас актив торгуется на уровне 49-58. Видно то, что нефть продолжает свое последовательное монотонное снижение. Это, конечно же, неплохо, но все равно это не то, что нам хотелось видеть, поскольку мы с вами настраивались на то, что бренд должен был, логично казаться, ниже 48 долларов за баррель еще раньше. Но то, что он держится ниже 50, это позитивный знак, сигнал, который явно указывает на то, что медведи не отпускают этот актив и не позволяют быкам задрать позиции и ценовые котировки бренда выше указанного сопротивления, которое, на мой взгляд, является очень серьезным. Говоря про вчерашнюю торговую сессию и в целом про тот фундамент, с которым мы работаем, опять же, строя определенные прогнозы по рынку энергоресурсов, это, конечно же, сейчас, как я уже отметил, сильный доллар, поскольку пятничный комментарий Джанет Хеллин вкупе с Фишером дали четкий сигнал того, что американская валюта будет и дальше предвкушать потенциал повышения процентной ставки, а, соответственно, ужестощение именно и нормализация денежно-кредитной политики, это то, что обеспечивает американскую валюту неплохим стимулом дороста. Если доллар будет расти, то, соответственно, сырьевые активы, чья стоимость номинирована в долларе, будут снижаться в цене, поскольку рост доллара будет обеспечивать постепенное снижение привлекательности этих активов из-за того, что они будут становиться дороже. Я уверен, что эту логичную связь вы давно уже усвоили и прекрасно понимаете, что на рынок нефти, на рынок всего сырья, в принципе, у нас всегда есть идея по поводу того, что нужно смотреть за динамикой американцев. Мы уже давно так активно не фокусировались на долларе в плане того, что есть тот фундамент, который позволяет нам сцепиться за определенные проявления и конкретных трендов. И торговая сессия пятницы в этом ключе оказалась очень интересной, потому что мы теперь не голословные в своих высказываниях относительно того, что есть представители ФРС, которые склоняются в пользу повышения процентной ставки. У нас есть позиция монетарного руководства. Эта позиция поддерживается. И вице-председателем Стэнли, Фишером, и эту позицию разделяют уже многие голосующие члены. И плюс ко всему, мы уже явно усвоили тот акцент, что американский регулятор следит за статистикой. И действительно, если следующие отчеты будут провоцировать, опять же, ралли бычьего характера по доллару, на основании чего мы сделали, будет о том, что статистика, разумеется, хорошая. Хорошая статистика – это то, что будет приближать решение по ужесточению монетарной политики. Поэтому рынок нефти, конечно же, в таком позиционном ключе, должен находиться под давлением теперь еще и сильного доллара, чьи позиции, уверен, будут только крепчать по прошествии следующих отчетов. Тем более, что на этой неделе, как вы знаете, нам есть на что фокусироваться, ведь в рамках этой пятеневки мы с вами готовимся к целому блоку статистики США, где особое место будет отведено Non-Farm Perils, рынку труда, который для многих голосующих членов является последним таким оплотом, способным действительно поменять их точку зрения. Если Non-Farm Perils пятенцу не подведет, тогда вероятность повышения процента ставки резко вырастет, и мы будем готовиться к возможности дополнительного понижательного ралли по, в том числе, и проэнту WTI. Ну и, конечно же, еще один фактор, который выступает сейчас с причиной давления, это уже куда менее оптимистичное настроение по поводу потенциальных договоренностей, которые могут быть достигнуты по факту лживской встречи нефтедобывающих стран, которая состоится в конце сентября. Уже месяц мы обсуждаем с вами эту тему, понимаем то, что в качестве новостного фактора, именно для рынка энергоресурсов, наверное, она остается определяющей. Дополнительных новостей и комментариев пока не поступало, но поскольку все-таки эта встреча приближается, вот буквально через день мы с вами шагнем в сентябрь, а там останется меньше месяца до этой неформальной встречи, мы будем следить за риторикой отдельных ближневосточных государств, стран, по поводу именно инициатив, которые предполагают заморозку либо снижение объемов производства. Очень нас будет интересовать позиции Ирана, потому что в прошлый раз Иран не поддерживал никакие инициативы и даже не принял участия в встрече. Сейчас якобы все-таки он уважит другие регионы ОПЕК и посетит это неформальное, скажем, совещание, которое будет посвящено именно перспективам рынка энергоресурсов. Как я уже отмечал ранее, и судя по последней динамикой самого рынка нефти, совершенно очевидно, что сейчас все большее количество трейдеров склоняются в пользу того, что каких-то договоренностей достигнуты так и не будет. Я считаю то, что на этой идее нам можно двигаться дальше, и, соответственно, у нас еще один фактор давления на нефть. Из макроэкономических отчетов и статистики сегодняшнего дня, по 23.30 по Москве выйдут данные по запасам нефти в США. Соответственно, если вспомните релизы прошлой недели, получается, что есть основания надеяться на повторение прежней реакции участников рынка на публикацию этого отчета. То есть на прошлой неделе, вы помните, сначала частная оценка, потом именно энергия, увеличение запасов и давление на нефть. Я надеюсь, что в этот раз в ходе этой недели, то есть сегодняшней торговой сессии и торгового дня завтра, мы получим сопоставимые цифры, которые позволят нам получить еще один локальный статистический фактор, который можно будет использовать, чтобы оправдать состоятельность дальнейшего понижательного ралли, и, наконец-таки, объяснить предпосылки для того, чтобы бренд закрепился ниже 48 долларов за 1 банк. Российская валюта 64,75, честно говоря, даже устал уже говорить про один и тот же ценовой уровень, потому что не меняется. Плюс-минус 10-15 копеек, и вот рубль находится в этом узком коридоре. Для того, чтобы рубль револьвировался к тем уровням, которые мы с вами обозначили в качестве наиболее вероятных, нужно, чтобы бренд оказался в районе 47, может быть, даже ниже долларов за баррель. Поскольку бренд сейчас тоже не торопится с движением, вот такую выжидательную позицию нам придется внести и дальше. Но мы ждем то, что ослабление нефти неизбежно, и это ослабление должно стать причиной той самой девальвации слабости курса российского валютного актива против своих основных конкурентов доллара и евро. Говорить о том, что рубль будет укрепляться, это весьма опрометчиво, потому что вряд ли это произойдет. Да, есть на повестке политическая тема, но есть еще и проблемы с бюджетом. Самое лучшее, что сейчас могут сделать монетарные власти, которые готовятся к выборам и прислушиваются к позиции, опять же, непосредственно руководства страны, это держать его в узком коридоре и не провоцировать какие-либо панические настроения по поводу предстоящего вектора револьвации. Индекс потребительских цен в целом снижается, и это уже давно позволило то, что тренд сохраняется, многим потребителям выдохнуть, потому что действительно ситуация с инфляцией сейчас куда лучше, чем в начале 2016 года. Но это очень сомнительное благополучие, потому что стоит только рублю снова 2,7, как спустя квартал мы будем говорить про снова двузначные значения индекса потребительских цен. Это нужно понимать и осознавать, как такие глобальные системные риски, имеющие место быть вокруг российской экономики. Евро против американца. Сейчас котировки 1,1167, то есть евро снова потеряло, несколько десятков пунктов находятся под давлением и, собственно, находятся под влиянием именно того новостного фона, который сложился на рынке в пятницу. То есть евро никак не может направиться от жестких комментариев Джанет Йеллин, Стэнли Фишера, которые допустили возможность ужесточения монетарной политики гораздо раньше, чем прогнозировалось ранее. Поскольку сейчас есть четкое понимание того, что ФРС будет продолжать находиться на пути повышения процентной ставки, мы понимаем, что единая европейская валюта напрочь лишилась единственного и мощного фактора прошлой поддержки для себя – это слабого доллара. Потому что сейчас доллар активно цепляется за более высокие ценовые позиции и будет стараться, конечно же, выкарпляться, достигнуть новых локальных экстремум максимумов. И, честно говоря, это абсолютно оправданная позиция, тем более, что очень много он натерпелся за последние месяцы, потому что буквально все его списывали со счетов. Сейчас есть возможность реабилитироваться, будем смотреть, воспользуются ли он, собственно, на текущий момент. Говоря про новостной фон именно европейского происхождения, что у нас есть по еврозоне? Конечно же, это заседание Европейского Центрального Банка, которое состоится на следующей неделе, в четверг, 8 сентября. И это заседание может оказаться не менее серьезным фактором ньюсмекерства, как и ожидания риторики и уже постфактум тех слов, что мы услышали от госпожи Ель. Поэтому следующий четверг у нас будет приправлен над этими спекуляциями на тему того, сможем ли мы услышать какие-то намеки и анонсы новых экономических стимулов. Но прежде чем мы с вами шагнем на следующую неделю, у нас есть что проанализировать сейчас, вот на повестке этой. Потому что буквально завтра индекс потребительских цен еврозоны, который в случае снижения может серьезно повысить вероятность хотя бы вербальных заявлений о более агрессивном стимулировании со стороны Европейского Центрального Банка. То есть сейчас евро находится под давлением доллара сильного. Если индекс потребительских цен подведет, тогда давление уже усилится со стороны национального фундамента. И главный валютный риск против американца начнет постепенно смещаться в район 1.11, 1.10 и может оказаться даже ниже этой планки. Из отчетов сегодняшней торговой сессии хочу обратить ваше внимание на данные по инфляции в рамках Германии. В 15.00 по московскому времени выйдет этот отчет. Если вы посмотрите на рыночные ожидания, то предполагается и прогнозируется, что индекс снизился на 0.1%. Я считаю то, что это нормальный прогноз, но в плане адекватности, может быть, вряд ли мы увидим более серьезное снижение, потому что в прошлом месяце активно росли цены на нефть. Но то, что этот индекс может быть под давлением, это, наверное, факт. Поскольку между общим показателем инфляции в рамках Германии и Еврозоны сохраняется коллекционная связь, мы можем интерпретировать сегодняшний отчет как сигнал того, что может случиться и что мы можем увидеть по факту завтрашней статистики по инфляции в рамках Еврозоны. То есть, если сегодня мы снижаемся по индексу потребительских цен Германии, тогда надеемся и рассчитываем на то, что и инфляция всего валютного блока, и инфляционные ожидания снизятся. Что в целом будет также трактоваться как еще один локальный фактор давления на евро. Все сейчас сходится в пользу того, что главный валютный риск нужно распродавать, и фундамент этому полностью благоволит. Фунт против американца. Сейчас котировки 1.3070, то есть потери в рамках вчерашней торговой сессии, и фунт находится под давлением. Мы видим то, что британец оправданно движется в район ближайшей поддержки на уровне 1.30, и способствует этому также много факторов. От усиления позиций доллара и до того фундамента, который пока что на повестке этой недели. Но мы уже готовимся к тому, что увидим слабые цифры, которые снова вернут нас к разговорам о том, чтобы Банк Англии продолжал вот этот цикл осмешивания экономической политики. Вчера, напомню, был выходной банковский день в Англии, рынки были закрыты, поэтому если посмотреть сейчас на дневную свечку вчерашнего дня, то она незначительная. Она совершенно нетипична для столь волатильного в последнее время актива, как фунт. И сегодня на рынок уже возвращаются все трейдеры, сегодня торги будут проходить с большей импульсивностью, агрессией. Я думаю, что диапазон хода фунта будет куда выше, наверное, раза в два точно, чем в рамках вчерашней торговой сессии. И допускаю то, что фунт активно потащит в поддержке 1.30. А против этого актива действует также еще и совокупная позиция по, в целом, фунту по данным CFTC. Это фьючерсная товарная ассоциация, регулятор, куда еженедельно отправляют данные буквально все категории трейдеров. Если вы поняли, о чем я говорю, это отчет к коммитменту о трейдере. Отчет по обязательствам, которые доступны в вашем личном кабинете в рамках нашей компании. Можете смотреть за позицией по фунту. Чтобы не забивать вам отдельно голову отдельными категориями, я хочу сказать то, что на текущий момент накоплена историческая позиция, исторический максимум по контрактам на продажу. Больше 90 тысяч контрактов. Действительно, фунт сейчас продают все, потому что понимают, что это валюта аутсайдера. Особенно на фоне тех спекуляций, которые сохраняют свою актуальность по мере приближения следующего заседания британского регулятора, где мы уверен дождемся еще один шаг по снижению процентной ставки. Поэтому по фунту, прежде чем мы переключимся на заседание Банка Англии, не забывайте, что на этой неделе у нас индексы диалога активности в строительстве и в производственном секторе на следующей сфере услуг. И эти отчеты мы будем с вами анализировать, пропускать через призму того, насколько эффективны последние и задействованные меры британского регулятора по стимулированию экономики. Если найдем свидетельство того, что индексы продолжают снижаться, тогда будем говорить о том, что фунту придется котироваться гораздо ниже планки 1.30. Тем более, что у нас с вами есть наша заветная цель, это планка 1.28. Мы до нее пока еще не добрались. Доллар японская иена торгуется на уровне 102.15, допускаем, что может даже еще немножко прибавило. Вчера диапазон хода был также невелик и, в принципе, мы сейчас торгуемся на тех же самых уровнях, на которых мы находились вчера. Доллар продолжает резонировать от сверх жестких комментариев Фишера, жестких комментариев Елен и довольно мягкой позиции Курады, которую возглавляет Банк Японии. В частности, напомню, что Джанет Елен четко дала понять, что ФРС находится на пути повышения процентной ставки. Что касается Фишера, то он не просто плансировал в ходе своего интервью с CNBC возможность двукратного повышения процентной ставки, но и отметил, что первый шаг может быть сделан на встречу нормализации денежно-кредитной политики уже в сентябре, то есть по итогам заседания следующего месяца. То есть еще больше подкрепил позицию Джанет Елен и позволил нам спекулировать на теме потенциального роста доллара. Но и господин Курада, который возглавляет японский регулятор, отметил, что, собственно, японский центральный банк готов, прямая цитата, без колебаний вмешиваться в ситуацию на валютном рынке, если курс иены достигнет новых экстремумов. Ну, здесь понятие, конечно же, относительно, где банк Японии видит эти экстремумы. Мне казалось то, что этот экстремум как раз поддержка 100. Но мы видим то, что от этого уровня всегда шла игра на повышение, поэтому вполне возможно, что я прав. Может быть, банк Японии видит экстремумы гораздо ниже, 98-95 йен за доллар. Ну, как бы то ни было, до тех пор, пока мы не пробили поддержку 100 йен за доллар, понимаем то, что сейчас все сходится в пользу того, чтобы поддержать ралли американца. Вчера вышли данные по личным доходам и расходам в США. Личные доходы, плюс 0,4%, рост четвертый месяц подряд, максимальное значение за последние несколько месяцев. И на основании этой статистики мы можем с вами сделать логичный вывод о том, что потребительская активность будет создавать достаточный импульс экономического восстановления на второе полугодие для американской экономики. И может обеспечить куда больше природ, чем мы наблюдали по факту второго квартала. Я искренне в это верю. Теперь нам осталось только последить за статистикой по рынку труда. В частности, завтра у нас ADP, а в пятницу Non-Farm Pell, еще вкупе с заработными платами. Как я уже отметил, в ходе вчерашнего брифинга, в ходе вебинара, который состоялся в 16.30 по московскому времени, спасибо тем, кто присутствовал, я разделяю позицию того, что отчеты будут довольно неплохими и, соответственно, смогут еще больше поддержать доллар и усилить его восходящее движение. USDCAD сейчас котируется на уровне 1.3027. Мы пробрались с вами выше сопротивления 1.30 и планомерно движемся к следующей цели 1.32. То есть, все складывается так, как мы с вами прогнозировали. И видим то, что канадская валюта отступает по причине слабой нефти и сильного доллара. То есть, месяц назад мы с вами настраивались на то, что этот фон может сработать в тандеме, сильный доллар и слабая нефть. Сейчас мы видим, как наши прогнозы реализуются. Действительно, канадская валюта девальвируется абсолютно оправданно. Тем более, что, на мой взгляд, оправданные, простите за тавтологию, уровни по паре USDCAD находятся куда выше отметки 1.32. Ну и что касается новозеландского доллара, здесь я хочу предложить вам даже косочную сделку, которая предполагает покупку этого актива. Не совсем свойственная позиция для меня. Но, знаете, в чем интерес здесь к косочным покупкам? Он связан с тем, что на текущий момент в отношении, даже по сравнению с очень листными инструментами, на рынке куда меньше факторов потенциального негатива для новозеландца. Вот если сравнить с австралийским долларом, здесь у нас на повестке выступление представителей Резервного банка Австралии, скорый пересмотр процентной ставки, это на следующей неделе. А вот что касается новозеландца, то Резервный банк Новой Зеландии соберется снова только в конце сентября. Молочный аукцион Фантера состоится также не раньше конца следующей недели. У нас есть запас, скажем, такого временного диапазона, времени около недели. Чтобы попробовать использовать те блага, которые имеют место в рамках новозеландской валюты, из-за того, что это развитая экономика, которая сейчас обеспечивает всех вкладчиков довольно неплохой доходностью по депозитам, из-за того, что среди развитых рынков Резервный банк Новой Зеландии удерживает самые высокие ставки рефинансирования. Ну, одну из самых высоких ставок рефинансирования. Но особенно это контрастирует с ЕЦБ, с банками Японии и США, где ставки находятся не просто на около нулевых уровнях, а вот по отдельным регионам и вовсе на отрицательное значение. Сейчас новозеландец уротив доллара торгуется на отметке 70.0.7249. Я думаю, что можно попробовать использовать потенциал как разочного ралли с попыткой протестировать сопротивление 0.73. Из важных отчетов сегодняшнего дня, как уже отметил индекс потребительских цен в Германии в 15.00, ждем снижения индекса, как и подобает, соответственно, с прогнозом, ждем незначительного давления на евро и готовимся к тому, что завтра у нас будут сопоставимые цифры по индексу потребительских цен еврозоны. В 17.00 уровень доверия потребителей по США, пожалуй, это самый важный отчет по американскому рынку на сегодняшней торговой сессии. Жду хороших цифр, жду поддержки, особенно на фоне последних отчетов по росту личных доходов и расходов. Почему бы тогда не повысить и уверенность потребителей? Согласитесь, это вполне логично. И в 23.30 статистика от Американского института нефти по запасам нефти США. Ждем прироста и дополнительного давления на нефть. Кодовое слово на сегодня. Граница, величина бонуса 12%. Он действует на пополнение, напомню, и актуален до следующего брифинга, который состоится завтра в 9.30 по московскому времени в режиме онлайн. Для тех, кто не может присутствовать, запись доступна буквально часов с 11 уже на нашем официальном канале на YouTube. Поэтому подписывайтесь, обязательно оставляйте ваши вопросы, комментарии, ну и, конечно же, лайки. На этом все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.